Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин вот-вот снова достигнет 62 тысяч долларов. И отчасти причиной его роста является макроэкономическая ситуация. Нельзя смотреть на криптовалюту, несмотря на макроэкономику. Но кроме позитива, впереди есть еще много неприятных событий, которыми, боюсь, мне придется с тобой поделиться. Всегда важно ожидать лучшего, но готовиться к худшему. Сегодня будет куча информации, которую я собирал неделями, чтобы ты имел представление о том, что именно происходит в мире. Мы поговорим об играх, в которые играют банки. Мы поговорим о рынке труда, недвижимости, нефти, доллара и иены, инфляции, почему правительство любит инфляцию, крах потребителей, дефициты, военные расходы, оружие и об истории. Мы рассмотрим длинные и короткие таймфреймы. Так что давай приступим к работе. И огромное спасибо всем, кто поддерживает мою работу здесь на YouTube. Ты видишь результат на своем экране. Это просто невероятно. И, конечно же, спасибо за активность в Telegram. Подписывайтесь, чтобы не пропускать обновления и на YouTube, и на Telegram. И не забудь поддержать видео лайком. Это очень помогает каналу. Итак, давай начнем с большой, большой проблемы. Иногда картинка говорит сама за себя. И, кстати, для тех, кто находится в Европе или других местах, спешу огорчить. Там происходит то же самое. Это происходит по всей планете в одно и то же время. Но мы возьмем за пример США. Этот график показывает связь между увеличением государственных расходов и динамикой финансового рынка. Высокие уровни государственных расходов, особенно если они финансируются за счет увеличения долга, наводняют рынок облигациями, снижая их цену и увеличивая доходность. Простыми словами, это печать денег и раздувание долга. На длинной дистанции это может привести к тому, что твердые активы, у которых ограниченное предложение, могут вырасти. Например, биткоин. Но самое главное в этой диаграмме ожидается, что объем выпуска казначейских облигаций в 2024 году достигнет 1,9 трлн долларов. На самом деле, вероятно, это будет больше. Но если вернуться к мировому финансовому кризису в 2008-2009, то можно увидеть, что тогда они напечатали около 1,3 трлн. Сейчас мы нацелились на 2 и, возможно, даже на 2,5. И причин этому очень много, ведь многое происходит прямо сейчас. Например, невербальные жесты и язык Джерома Пауэлла были неуверенными на его конференции. Председателя ФРС спросили о стокфляции, и он сказал, что не видит ее. А в прошлом году, напомню, он говорил, что инфляция временная, но они до сих пор с ней борются. И самое ужасное — этот нервный смех в конце. Значит, добро пожаловать в стокфляцию? Очевидно, он был заметно потрясен данными, которые увидел. Посмотри на это. Кажется, у Джанет Йеллен проблемы. У ее министерства казначейства закончились деньги. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup в совокупности хранят 7,4 трлн долларов на так называемых забалансовых счетах. Именно такой сценарий в прошлом привел мир к финансовому кризису 2008-го года. Повторится ли история сейчас? Не знаю. Правительство стало немного умнее. И в последнее время мы видим, что оно предпринимает множество мер по регулированию денежной массы. Но опять же, это пугает. Откуда эти три банка взяли 7,4 трлн долларов? На денежных рынках есть около 6 трлн долларов. Может, они возьмут их отсюда? Но правительству все равно придется напечатать еще 1,4 трлн долларов. Триллион. Мало кто понимает масштабы этого слова. Так, 1 миллиард секунд назад был 1993 год. Это 31 год назад. Но 1 трлн секунд назад был 31 тысячу лет до нашей эры. Это очень большие суммы. Рост занятостей сильно затормозился. Это повлияло на отскок рынка. Хотя эти цифры очень фальшивые и манипулятивные, они все-таки говорят нам о росте безработицы до 3,9%. 4% – это магическое число, которого Джером Пауэлл начинает бояться. Этот график также показывает, насколько плоха ситуация на рынке труда. ФРС США постоянно откладывала снижение ставки, основываясь на сильном рынке труда. Теперь же инвесторы даже начали надеяться на то, что на слабом отчете о рынке труда ФРС может снизить ставку уже в этом году. Что опять же привело к отскоку биткоин. Сейчас рынок труда стремительно охлаждается. Это видно на этом графике. Это исследование вакансии и текучести рабочей силы. И мы видим здесь падение числа открытых вакансий на таких сайтах, как Indeed, LinkedIn и других. Рынок труда сильно охлаждается и замерзнет к концу этого года или к началу 2025-го. Значит, рецессия не за горами. Если, конечно, ФРС США не подстегнет систему. Как она ее может подстегнуть? Конечно же, ликвидностью. Например, либо печатным станком, либо выкупом активов с рынка. Напомню, ФРС США собирается выкупать облигации на 2 миллиарда долларов в неделю. У правительства есть такая возможность стимулировать экономику. И поэтому я считаю, что печать денег будет происходить активно. Возможно, уже даже в ноябре этого года. Потому что в ноябре будут выборы. Но есть еще одна проблема, которая сделает все очень-очень плохим в 2025-м. Я говорил об этом в новом видео о предупреждении BlackRock для нашего мира. Это революция искусственного интеллекта, которую бизнесы обязательно используют, чтобы сократить расходы и уволить сотрудников. Кстати, рекомендую посмотреть это видео. Ссылку оставлю в описании. Революция ИИ поможет компаниям уменьшить затраты, но заодно и сократит минимум 40-50 миллионов рабочих мест. И это самая страшная часть для рынка труда. Это та часть, которую ты должен осознавать, планируя свое будущее. Нужно адаптироваться, иначе будет плохо. Спрос на рабочую силу также падает. Если обратить на эту линию тренда до пандемии, маленькую пунктирную линию, мы опустились ниже нее. Это нехорошо. По сути, никто не нанимает сотрудников или наоборот даже резко сокращает их число. Вот, кстати, вчера Google уволил еще 200 человек из основного персонала. Банки также увольняют персонал с целью сократить свои расходы. Они увольняют тысячи работников. Искусственный интеллект и цифровая валюта Центрального банка – это их планы на выживание. Вот еще один интересный график. На нем красным цветом выделена Германия, где, похоже, утрачена знаменитая трудовая этика немцев. Исторически сложилось так, что в Германии работали больше часов в неделю, чем в таких странах, как Австрия, Бельгия, Ирландия, Италия и Швейцария. Но теперь ситуация сильно изменилась. Датчане и голландцы славятся своей трудовой этикой. Они очень усердно работают. И я тоже считаю, что очень важно работать и усердно, и эффективно, и результативно. Самое главное – не тратить время впустую, ведь оно очень драгоценное. В среднем немцы работают всего 34 часа в неделю. Это значит, что они работают на 3 часа меньше, чем в среднем по странам ОСР. И на 4 часа меньше, чем американцы. Если посмотреть на Колумбию, Турцию и Мексику, то они работают гораздо больше немцев. Вопрос в том, насколько это устойчиво в будущем для еврозоны, учитывая, что Германия – это двигатель экономики Евросоюза. Ну или когда-то бываем. Теперь давай переключимся на другую тему. Поговорим о нефти. Ведь нефть – это показатель активности в экономике. С вероятностью в 90% нефти достигла годового пика около 90 долларов за баррель. Что достаточно удивительно, учитывая, что ОПЕК опять планирует сократить добычу. Но это не очень хорошая новость для экономики. Это означает, что есть вероятность рецессии. Когда наступает рецессия в экономике, спрос на нефть падает. Это также означает и высокую доходность 10-летних облигаций. Нет ничего плохого в высоких ценах на нефть, потому что это означает, что экономика процветает. Ей нужно много-много топлива и нефти. Теперь есть еще одна точка зрения на то, что нефть достигла своего максимума. Вот этот график. И, кстати, в 2020 году, во время пандемии ковида, цена на нефть падала почти до нуля, потому что они не могли ее хранить. А хранить нефть тогда было очень сложно. Но то, что нефть достигла пика, это признак того, что экономика слаба и становится все слабее. Особенно учитывая недавний отчет про рынок труда. Недавний обвал нефти с 92 долларов до 82 долларов за пару недель. Но, опять же, среди серых туч иногда попадаются и серебристые. И это тот самый случай. Состояние экономики, слабость рынка труда, а также растущие расходы по обслуживанию долга, которые при существующей процентной ставке могут вырасти до 1,7 трлн долларов уже до 2025, то есть уже в этом году, говорит нам о том, что снижение ставки не за горами. В последний месяц или около того было множество разговоров о том, что ФРС не контролирует инфляцию и не будет снижать ставку в 2024. Чиновники ФРС даже говорили о том, что они будут ее повышать. Но как долго с такой высокой ставкой можно выплачивать 1,7 трлн долларов в год? И при этом эта сумма еще и расти будет? Слабо верится, что это может продолжаться долго. Очень быстро поговорим про недвижимость, так как это тоже может повлиять и на процентные ставки ФРС. Начнем с этого графика, на котором у нас есть два индекса. Case-Shiller National Index и Case-Shiller Composite Index. Мы видим, что оба индекса выросли в феврале. И это довольно странно. Одна из причин этого заключается в том, что в прошлом году, в 2023 на рынке было не так много предложений, но спрос все равно был. Именно поэтому цены выросли. В этом году на рынке больше предложений, но ничего не продается, как я вижу. Огромное количество объектов не закрывается. Но в то же время процентные ставки очень, очень высоки. Это выливается в то, что стоимость покупки дома в Америке в 2024 сейчас составляет более 2750 баксов в месяц. В 2020 году она составляла 1400 долларов. Таким образом, за 4 года стоимость удвоилась. В 2006 году, когда закончился пузырь на рынке недвижимости и разразился мировой финансовый кризис, стоимость составляла 1500 баксов. Но по сути, аренда сейчас более популярна, чем покупка, потому что никто не может позволить себе 30-летнюю фиксированную ипотечную ставку в 7,2%. На эту ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Сейчас покупатели жилья должны тратить около 41% своего валового дохода на расходы по ипотеке. Это колоссально. Это самый высокий показатель ипотечного времени с конца 1970-х. Так что должно что-то произойти. И в любой момент либо цены на недвижимость рухнут, либо ставки должны снизиться. Вот и все. Я больше склоняюсь к тому, что ставки снизятся. Хотя может произойти и то, и то. Вот мы и добрались до прогноза по ставкам. У нас есть три небольших графика. Июль 2024 дает нам около 40% шанс на снижение ставки. Сентябрь 2024 70% шанс. И 80% шанс в ноябре. В ноябре, кстати, проходят выборы. Можем ожидать хороший месяц для рынков. Байден же не захочет проводить выборы на фоне краха всего вокруг. Нехорошо как-то получится. Доллар США также находится в небольшом затруднении. По данным МВФ, доля доллара в мировых резервах сокращается. Мы знаем, что из-за БРИКС и некоторых валютных ассигнаций и так далее, резервы доллара в разных национальных центральных банках сократились в 75% до 57% сейчас. И это самый низкий уровень с 1995-го. Получается, что чрезмерное регулирование и превращение доллара в оружие таки не было хорошей идеей. Если бы их только кто-нибудь предупредил об этом раньше. А теперь еще и обратная реакция, когда люди не хотят держать доллары. Ну что ж, пусть тогда держат лучше биткоины. А что, некоторые компании уже заявляют об этом? Вот, например, компания Блок Джека Дорси, бывшего владельца Твиттера, заявила, что будет покупать биткоин каждый месяц на 10% от прибыли на свой баланс. Иными словами, компания Блок следует по стопам микростратегии. Будем смотреть, кто будет следующим. Гигант Уолл-Стрит и эмитент спотового биткоин-ИТФа в США Фиделити заявляет, что пенсионные фонды начинают изучать биткоин и криптовалюты. Вот они тоже не хотят держать доллары в качестве резерва и рассматривают биткоин на эту роль. Блэк Рок, который не нуждается в представлении, говорит, что суверенные фонды и пенсионные фонды заинтересовались инвестициями в спотовые биткоин-ИТФы. Блэк Рок сейчас занимается тем, что обучает их всему, что им нужно знать о криптовалюте и биткоине, а также инвестициях в эти активы. Итого, будет все больше людей, которые держат биткоин, потому что они знают, что происходит. Они знают, сколько фиатных денег печатается не только в долларах, но и в других национальных валютах. С этим связана еще одна хорошая новость. Это прогнозы на будущее для казначейских облигаций, TLT. Что такое TLT? Это биржевой инвестиционный фонд, который отслеживает показатели индекса US Treasury 20 Plus Year Index. Данный индекс состоит из казначейских облигаций США со сроком погашения больше 20 лет. Game of Trades пишет, что мы можем ожидать восстановления цен на казначейские облигации в краткосрочной перспективе. Мы уже видели вот эти два небольших дна в октябре 2023 и в апреле 2024. Поэтому мы готовимся сейчас к прибыльному отскоку, пробитию этого нисходящего тренда, закрепление выше него и полета на 20-30%. Но на эту картину тоже можно взглянуть под другим углом, под вот таким. Я публиковал это у себя в новостном Телеграме, поэтому подпишись на него обязательно, там выходят ежедневные обновления. Только факты, графики, новости и никаких рекламных интеграций. Работаю только за твои лайки и просмотры. Очень хочется достичь цели в 20 тысяч подписчиков. Подписывайся, ссылка в описании. Здесь мы видим график черного цвета, это государственные траты. Красный график, это соотношение золота к ТЛТ, индексу, который отслеживает 20-летние облигации. О чем это нам говорит? Во-первых, это говорит нам о том, что с марта 2020 года золото превзошло по доходности казначейские облигации на 170% на фоне роста государственных расходов. А во-вторых, ты видишь корреляцию? Нет, не так. Остановись. Забудь о всем, что вокруг тебя. Обрати свое пристальное внимание на меня. Пожалуйста, удели пару секунд. Посмотри на экран и заметь корреляцию. Рост государственных расходов равно рост соотношения золота к ТЛТ. Представь себе, что будет дальше, если государственные расходы продолжат расти. А они будут. Только подолгу уже больше триллиона. И до конца года будет 1,7 триллиона долларов. Но кроме этого, есть и другие расходы. Например, военные расходы по всему миру выросли почти на 7% в прошлом году. Главные контрибьюторы США, Азия и Океания. Ближний Восток тоже. Европа неплохо подскочила в плане военных расходов. Не видно никаких изменений в Африке. Что действительно интересно, так это то, как все это соотносится с другими видами расходов. Мы наблюдаем огромный, огромнейший рост социальных расходов. Это вот эта оранжевая линия. Но если взять военные расходы в процентах от общего бюджета, то это выглядит уже не так масштабно. Зато социальные расходы, как процент от бюджета, просто зашкаливают. И если ты посмотришь на историю фактических расходов в странах G7 с 1870 до 2022, то ты увидишь, что сейчас мы тратим на оборону меньше в процентном соотношении к бюджету, чем во времена Веймарской республики после Версальского договора. Но социальные расходы при этом растут, как сумасшедшие, на исторических пиках. И они будут расти еще больше со временем. Особенно в связи с состарением населения, внедрением искусственного интеллекта и всем остальным. И это вызывает дефицит. Это данные за 2023 год. Расходы это зеленый столбик 6,13 триллиона долларов. И доходы это вот этот столбик 4,4 триллиона долларов. Но при этом они падают, а расходы наоборот взлетают до Луны. Следовательно, соотношение золота к TLT будет расти, потому что растут расходы. Расходы. Расходы по долгу, военные расходы, социальные расходы. Золото, соответственно, тоже будет расти. И остается только шокированно догадываться, что будет с биткоином. Потому что мы знаем, что биткоин превосходит золото по доходности. Так что это еще одна причина держать биткоин. Но далее еще круче. Впервые с конца 2022 года рост денежной массы M2, как ты видишь вот здесь, стал позитивным. Наконец-то! Мы ждали этого больше двух лет. Два года ФРС США делало все, чтобы денежная масса в экономике максимально сократилась. Это и привело к большому медвежьему рынку, когда биткоин упал с 69 тысяч до 16. И если бы не спрос со стороны ETF, который принес огромный всплеск ликвидности в биткоин. Кто знает, может медвежий рынок еще продолжался бы. И, кстати говоря, спотовые биткоины ETF действительно принесли рекордную институциональную активность в биткоин. Посмотри на этот огромнейший скачок. Это исторический скачок. Мы никогда не видели такого раньше. К ним еще подключились ETF в Гонконге, где на самом деле с объемами все совсем неплохо. Дело в том, что Bloomberg и его специалисты несколько слукавили, когда сказали, что объемы в первый день торгов составили всего лишь 12,9 миллиона долларов. На самом деле они составили 292 миллиона долларов, из которых 257 миллионов долларов приходится на биткоин. Спотовые биткоины ETF в Гонконге держат уже 4218 биткоинов спустя 3 торговых дня. Поэтому рост денежной массы обязательно будет способствовать и росту цены биткоина. Думаю, денежная масса будет взрываться уже в этом году. Это просто необходимо. Иначе все скоро сломается, как я показывал в начале видео. Есть очень много тревожных и плохих знаков в экономике. В экономике-то может все и плохо, но вот объем финансирования криптовалют в первом квартале 2024 вырос, как ты видишь. До 2,5 миллиардов долларов. Это хорошие квартальные инвестиции для первого квартала 2024. Конечно, не так хорошо, как в первом квартале 2022, вот здесь, когда эти инвестиции составляли 12 миллиардов долларов, но все же это возвращение. Как ты видишь, мы только падали и падали. И только сейчас начали разворот. И напоследок я хочу поговорить про японскую иену, которую сильно колбасит против доллара. Японская иена падает по отношению к доллару. Этот спад хорош для иностранных туристов, которые ищут более дешевые путешествия, но может оказаться катастрофическим для ее экономики. Именно поэтому Центральный банк Японии вмешивается в ситуацию. Собственно, эти интервенции Японского банка также помогают рынкам ликвидностью. Интервенции Японского Центрального банка на прошлой неделе фактически влили около 100 миллиардов долларов в мировую финансовую систему. Этой суммы здесь не было до этих событий. Естественно, это нравится рынкам. И это одна из причин, почему биткоин отскочил. Скорее всего, это влияние будет краткосрочным, если Япония сумеет максимально быстро стабилизировать курс иены. Что ж, как мы видим, макроэкономически рынок действительно находится в каком-то развороте. Даже рост денежной массы начался. Будем следить за этим, поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые обновления, которые я загружаю практически каждый день. Большое спасибо за поддержку лайками и подписками. Спасибо за твой просмотр. И увидимся в новых видео. До скорого.